Братан, а ты случайно новый комп не хочешь? А зачем нам новый? У нас стал вполне нормальный. Нужен он нам для того, чтобы играть на нём в крутые игры. Братан, так я и сейчас на нём играю в крутые игры. Братан, а в какие крутые игры ты сейчас на нём играешь? Сапёлка, сынка и паук. А-а-а, Игорёк, на компе можно не только в эти три игры играть. На комп можно установить ещё какие-то иглы помимо этих трёх? Да. А чё ты тогда их не установил? Потому что наш комп не тянет крутые игры. Братан, я хочу новый комп. И я. Может сходят к маме с папой и поплатят, чтобы они нам новый комп купили? Игорёк, полгода назад я попытался это сделать. И как успехи? Ты у нас новый комп видишь? Нет. А чё тогда спрашиваешь? Сорян, блот упанул всё. Короче, есть идея. Мы сейчас идём к родителям, и ты им говоришь, что тебе нужно делать по учёбе всякие презентации. И наш комп не тянет программу для их создания. И этим самым ты намекнёшь им, что нам нужен новый мощный комп. Так ты-то на нашем компе презентации делал, и он всё тянул. А ты скажешь, что вам задают презентации с супер крутой графикой, и всё. Понял? Понял. Тогда пошли. Мам, баб, мне по учёбе нужно делать всякие презентации, а наш комп не тянет программу для их создания. Это ты сейчас, Игорёк, намекаешь, что нам с матерью нужно покупать новый компьютер? Да. Так, стоп, Валёк, ты же делал презентации на нашем компьютере. Получается, он тянет программу для их создания. Мам, просто нам презентацию задают сделать супер крутой графикой, а у Валька не супер говнястой графикой. О чуметь, а какие сейчас вообще цены на компьютеры? Валёк, ты же плацаленный, скажи маме, какие сейчас цены на компьютеры? Я случайно полчаса назад на них цены смотрел и нашёл один просто офигенский комп. Ну так, показывай. Ща, так, вот он. 150 косарей? Мне машина дешевле стоит, чё в нём такого офигенского-то? Там i7 Pro, с оперативки 16 гигабайт, жёстки на 2 терабайта. Хотя, чё я вам всё это объясняю? Короче, этот комп, повторюсь, просто офигенский. Валёк, а какие на него иглы можно будет установить? Любые. Вот это у вас учителя оборзели. На, Валёк, свой телефон. Игорёк, а какие учителя вам такие презентации с супер крутой графикой задают делать? Елизавета Поносовна? Елизавета Поносовна, мам. Вот это она... Офигела. Почему? Потому что задаёт вам делать такие презентации, для которых комп нужен за сто... За сто... За сто пятьдесят. За сто пятьдесят косарей. Не мы такие, мам, жизнь такая. Пожалуй, позвоню я этой Елизавете Поносовне и пообщаюсь с ней. Зачем? Да, мам, зачем? Чтобы она нормальные презентации Игорьку задавала делать, которые наш комп тянет. Мамуль, ну она же учительница, ей виднее, что и кому нужно задавать. Алло, Елизавета Поносовна? Она самая. Мама Пукановых вас беспокоит. Опять вы? Ну и зачем вы мне на этот раз звоните? Хочу поинтересоваться, нафига вы Игорю задаёте делать презентации с супер крутой графикой? В смысле с супер крутой? Я с обычной графикой ему презентации задаю делать. А какой компьютер для них нужен? Любой, хоть вообще, вот прям вот самый древний. Да? Да. Странно, ко мне Игорёк подошёл и сказал, что вы ему презентации задаёте делать с супер крутой графикой, а наш комп не тянет программу для их создания. Походу нам хана. Не очкуй, нормально всё будет. Надеюсь. Смею предположить, что он просто хочет себе мощный ком для крутых игр. Ааа, как я сама до этого не догадалась. Так, ладненько, Елизавета Поносовна, всего вам доброго. Угу, и вам всего доброго. Чья? Что это чья? Идея чья, кружануть нас с отцом на новый компьютер для крутых игр. Чего? Да, дорогой, они нас пытались кружануть на новый мощный компьютер. Чья идея? Братан, всё, мы же оба хотели новый компьютер. Оба. Тогда не вздумай сказать, чья это была идея. Не перезывай, Блатан, я могила, и ты тоже, кстати, не говори. Я и не собирался. Дорогой, а раз они не говорят, чья это идея была, отбей-ка им с жопы ремнём. Легко. Это была его идея. Пласти меня, Блатан. Бог прости. А ты? А я сейчас ремнём по заднице получать буду.